Истинная и истинность И попытаться все-таки выделить то, что мы называем истиной Чем она отличается от того, что не является истиной И все-таки попытаться понять, где и как мы с ней сталкиваемся И что можно назвать истиной Итак, говоря про интернет Мы обсуждали такой момент, что в принципе существуют технологии Которые могут выделить некий смысл Смысловые связи отдельного термина просто по анализу текста То есть если мы возьмем многие тексты, в которых встречается слово истина Начнем их анализировать чисто формально С какими словами они рядом стоят Какие... Ну, в принципе, да, достаточно, какие слова рядом То мы поймем, что имеем дело не с одним понятием, а с двумя понятиями Например, вот группа текстов В которых встречается такой термин Термин истины Я есть путь, истина и жизнь Иван Гритриан Снятие противоположностей между понятием реальностью И их единства, которое есть истина Гегель Ум есть сама истина Настолько под истиной сметует понимать не ту, которая согласуется с чем-то другим А ту, которая согласуется сама с собой Платин То все Высочайшая пустота Из высочайшего высочайшее Состояние, нет которого выше Несознаваемое превыходящее понимание истины Панишады К истине нет пути к Решнамурти И читаем другие тексты И встречаем вот такие сочетания слов Истина есть соответствие факту Истина это доверие авторитету Истина это полезное знание Истина это результат соглашения Истина есть вписанность в систему знаний То есть понятно, что Мы имеем дело с двумя разными понятиями С двумя разными смыслами Назваем одним и тем же словом истина То есть истина, которая соответствует Истина, которая доверие, полезность, результат Знание вписано куда-то И истина то, о чем мы ничего не можем сказать истинно то, к чему только стремимся, истинно где-то есть сама Бог или истинно у Бога, и поэтому я предложил разделить понятие истины, в смысле разделить использование термина истина на два термина, истина и истинность, и называть то, что подразумевается с большой буквы истины, связано с познанием, с Богом, истиной, а то, что связано с соответствием, доверием, полезностью, результатом, истинностью, истинностью. Ну, еще один такой штрих, дополнение к этому. Допустим, мы не вводим никаких терминов, и пишем вместо термина Х и ИК. Х есть то, к чему стремится познание, Х есть глубинный смысл и суть познавательной деятельности, ИК это правильность решения задачки, подтверждаемая ответом в конце учебника. В современной философии, в принципе, совмещаются, это Х и ИК, и то, и другое истина. Поэтому, все-таки, давайте мы условимся, что Х называем истина, а У истинностью. И поэтому сегодня, говоря об истине, мы не говорим вообще о предложениях, которые могут быть истинно и ложным, а говорим об истине. Ну, хотя, конечно, постоянно будем использовать слово истинность, чтобы найти все-таки эту дегрань между истиной и истинностью. Итак, истина и истинность. Про истинность мы говорили, про многомировую теорию истинности мы говорили. В прошлый раз сегодня мы говорим про истину. Для того, чтобы наиболее четко еще раз подчеркнуть разницу между истиной и истинностью, я предложил сравнить использование такого сложного, неоднозначного понятия философии, как свобода. То есть мы можем говорить об истине и о свободе, и можем говорить об истинности и независимости. Вот когда мы говорим об истинности, мы всегда спрашиваем, где, в какой системе эта истинность, относительно чего эта истинность. Эта истинность, вот, для меня вот это предложение истинно, а другого оно не истинно, оно ложное. Про независимость мы тоже всегда спрашиваем, от чего? Мы конкретно можем сказать, независимость, вот, независимость от алкоголя, да, или независимость от государства, независимость от каких-то институтов. Мы всегда можем указать независимость в отличие от свободы. Независимость это, вот я могу поставить цель перед собой, достичь некой независимости, сказать, у меня есть независимость от чего-то. Точно так же я могу поставить цель доказать истинность чего-то, доказав это, я буду считать, что это истинно. А в истине и свободе мы таких слов сказать не можем. Мы не можем сказать, что вот у меня есть истина, или у меня есть свобода. Вот просто, что я свободен. Если я утверждаю, что я свободен, это значит, я использую, опять же, термин «свобода» не в смысле свободы, а в смысле независимости. Когда я могу сформулировать, от чего я свободен. Я свободен там от работы сегодня, у меня выходной. То есть у меня независимо, а не свободен. Итак, истина. Что это? Это объект? То есть это то, что мы можем взять, положить в карман, указать пальцем? Навряд ли, да? Вещь? Это предложение? Нет. Когда мы говорим «истина в Боге», «истина есть Бог», что мы имеем в виду? Это имеем в виду некоторые предложения из Писания, священных Писаний? Да нет, они истинные, они предложения. То есть мы никогда не назовем, что это вот есть истина. Что-то, вот какой-то фрагмент. Мы взяли какой-то фрагмент из Библии, из Евангелия, из Мишат и сказали «вот она истина». Нет, это как бы отражение истины, это истинное суждение, истинное предложение. С другой стороны, мы говорим, наука стремится к истине. Что мы подразумеваем? Познание стремится к истине. Мы подразумеваем, что вот нам наука даст какую-то формулу, какой-то закон, который будет истиной. Да нет, и все развитие науки показывает, что что бы мы ни считали истинным, потом оказывается неистинным. Ну, или истинным, но не полностью. То есть любая теория не является истиной, она является истиной, но не является истиной. Истиной, но не истиной. Она не истинна, да? Или мы подразумеваем так, что наука стремится к истине, что где-то в конце мы получим одну единственную правильную теорию. Это тоже как-то бессмысленно. Теории будет много, объектов будет много. Но единственное, что вот сейчас вот вопрошая, что же это истина, мы выяснили один момент, что истина имеет отношение к познанию. То есть мы всегда используем понятие истины, когда говорим о познании. Является ли это религиозным познанием, познанием Бога, является ли это научным познанием, является ли этическим, эстетическим познанием. То есть истина как-то связана с познанием. То есть занимаясь просто прикладной какой-то деятельностью, ремесленной, другой, занимаясь футболом, там еще чего-то, мы не употребляем понятие истины. Истина связана с познанием. Но как, где, то есть понятно, что это не продукт познания какой-то, да, не результат, не что-то там в конце этого познания. Если истинно-само познание, да нет, это у нас разные термины, то есть познание, сидит человек, проводит эксперименты, рассчитывает какую-то формулу, причастенную к истине, ну где-то косвенно, когда-то, но сама процедура не является истиной. Является листинным результатом познания, да нет, что бы мы ни предъявили в качестве результата, либо продукт творчества, картину, книгу, стихотворение, либо научную теорию, закон какой-то, это все имеет какую-то истинность, значимость, полезность, но не является истиной. Является истинной целью познания? Ну, вроде бы да, мы как бы стремимся, то есть мы хотим приблизиться к чему-то, но эту цель сформулировать мы не можем, да, поэтому тоже трудно сказать. Мы познаем, чтобы обладать истиной, но не само познание, не его результат не является истиной. Но когда-то мы кричим «Эврика», мы кричим «Эврика» в познании, и, наверное, вот все-таки если и искать, где же спрятана в этом познании истина, то, наверное, следует проанализировать вот этот крик. Понятно, что когда Архимед крикнул свое «Эврика» и сформулировал закон своего имени, сам закон не является истиной, истину нельзя потрогать, увидеть. Но мы можем сказать, что Архимед ощутил истину, да? То есть крик «Эврика» говорит о том, что он ощутил истину. Итак, давайте проанализируем этот момент. Значит, у Архимеда было какое-то понимание мира. Можно говорить мировоззрение Архимеда, но здесь, поскольку мы сузили границы нашего обсуждения познанием, то есть вот та часть нашего мировоззрения, которая заведует познанием, мы будем назвать пониманием. То есть некое понимание, которое частично интуитивно, частично можно сформулировать, но вот некое познавательное видение мира. Было некое понимание. Было оно, это истинно. Да нет, вот мы все сейчас сидим, живем, у нас есть свое понимание чего-то. Мы обладаем истиной. Да нет. После крика «Эврика» у него было понимание другое, понимание штрих. Является оно истиной? Это тоже не является оно истиной. Просто некое состояние, некое видение мира. Является ли закон, который появился в момент перехода одного понимания в другое понимание, который именно дал толчок новому пониманию, к этому переходу, сам закон тоже не является истиной. Но он кричит. Кричит «Эврика». Закон является истиной? Да нет, наверное, все-таки не закон. То есть вполне возможно, что человек может прокричать «Эврика», что-то записать на бумажке, а на завтра посмотреть, разорвать и выкинуть. Или написать что-то на бумажке, считая, что вот он постиг истину, написал на бумажке, подвигая и другому показывает эту бумажку. И тут смотрит, ну, написано что-то, какое-то вражение, формула какая-то, либо какая-то лозунг какой-то, или умная мысль какая-то. Она не является истиной само по себе. И сам человек, скажем, сам Архимед, наверное, в тот момент, когда он сформулировал этот закон, он ощутил истину, он приблизился к истине, но через год-два он воспринимал это как закон. Просто закон, который не является истиной, а просто некая формула, некая формулировка. Так вот, если нам искать истину, то истина была только внутри самого Архимеда. То есть, если где-то, и можно вот в этой схеме найти, то это было некое его состояние, некое состояние, некое ощущение истины. И длилось оно, наверное, недолго, в момент, когда понимание одно переходило в понимание другое. Так что, наверное, стоит сформулировать так, что истина не где-то там, а истина в нас, когда мы ощущаем изменения, прирост, углубление нашего понимания. Итак, в творчестве, истина в творчестве, возникает момент изменения понимания и в момент фиксации этого изменения в каком-то творческом продукте. я что-то думал, я что-то созерцал, я созерцал природу, я созерцал Бога. И в тот момент, когда я ощутил, что вот я сделал маленький шажок куда-то вперед, что-то еще понял, я говорю, ой, это истина. Я даже могу на завтра, могу не вспомнить это состояние, не воспроизвести в себе. Но я ощутил. Даже если я что-то записал в этот момент, то то, что я записал, не является истинным. Но сам факт перехода, творческого перехода, творческого изменения человека, человек воспринимает как истину. Как некое истинное состояние, как приближение к истине. Но приближение не в том смысле, что вот на завтра он будет обладать этой истиной. Он не будет обладать никакой истиной, как и вчера. Но он обладал в момент перехода. Другой человек, когда воспринимает написанное произведение, Тоже может ощутить истину. Читает, 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 читает учебник, что угодно, читает, нет, никакой истины там, нет. И вдруг, а-а-а, я понял. Читая другой текст, смотря на картину, слушая проповедь, сам читая описание, он что-то в нем щелкнуло, изменилось, вот она, истина. Другие люди будут смотреть этот текст, ничего не найдут. Назавтра, может быть, он будет перечитывать этот текст, ничего не найдет, там никакой истины. Истину он ощутил в момент перехода от одного состояния понимания к другому состоянию понимания. И есть тексты, есть произведения, сконструированные, в которых нет истины. То есть, что значит нет истины? Никто, не читая их, никогда не ощутит истину. И какая-то гарантия есть найти истину в тексте, то есть, ощутить свой переход какой-то внутренний только тогда, когда это произведение, этот продукт был сделан в момент такого же перехода у автора. То есть, если автор не превысил, у него не было некого перехода к новому пониманию, к новому ощущению, к новому видению, то когда он не ощутил акт, вот этот, как истину, тогда он ничего не смог сделать. Но если этот переход был, то есть некая гарантия, что он создаст некий продукт, некоторое стихотворение, напишет новое священное писание, напишет новую книгу, и другие люди смогут ощутить тоже истину, свет за ним. Прибавить свое понимание, увеличить свое понимание. Как раз истинное это ощущение? Истина связана с ощущением, наверное, но не свойств к ощущениям. Давайте, давайте думать, говорить дальше. Истина как стимул в познании. Почему человек ищет, занимается познанием и ищет истины? Ну, что он ищет? Он ищет не истину, как таковую. То есть, он ищет формулу. Он хочет написать картину. Картина является истиной? Нет. Формула является истиной? Нет. Закон является истиной? Нет. Книга является истиной? Нет. Что бы человек ни сделал, что бы он ни нашел? Мы не можем себе представить картину. Я иду, а вот у дороги лежит истина. А, я, конечно, истина положил в карман, у меня истина. Я иду, показываю, смотрите, у меня истина. Нет такого объекта, который можно было... Для того, чтобы найти истину где-то вне себя, я нужно описать, что искать. Но мы не найдем никаких слов, чтобы описать и сказать, а, вот это истина, а это не истина. Вот лежит, да, вот это похоже на истина. Я ее так представлял, вот здесь вот так. Вот здесь с этой стороны так, здесь так, здесь синенькая, здесь красненькая. Что бы мы себе не представили, мы не можем это назвать истиной. Но, с другой стороны, у нас есть понятие истины. Значит, когда у нас есть понятие, значит, у нас есть то, есть некое различие. Есть различие какое-то, что мы можем ощущать. То есть, если бы не было никакого различия, то и не было понятия, то есть не было бы истины. Но, с другой стороны, приходим, что это не различие, не объектное. Это не отличие одного объекта от другого. Что у нас есть объект истина, а вот есть объект не истина. И вот единственный способ понять это различие, найти это различие, это трактовать это различие, как перескок между разными пониманиями. Вот есть одно мое понимание, есть мое другое. Вот есть одно видение мира, есть другое видение мира. И вот в момент этого перескока я ощущаю истину. Но я ощущаю сам перескок, я ничего вне себя не ощущаю. Это похоже на то, как мы эти свободы ощущаем так же, да? Да, дальше я об этом буду говорить, да. Что есть истина в вере? Опять же, я верю. Но эта сама вера непосредственно в жизни, она не ощущается как истина. Я не нахожусь в состоянии истины постоянной. Но в некоторый момент приближения к Богу, какого-то скачка, прозрения, я ощущаю свою веру как истину. Но опять же, нет никакого объекта. Я ничего не положил в карман. Я всего лишь изменился. Вот это приближение к Богу ощущается как истина. Не сам Бог, а некое вот изменение. Кстати, очень интересно подтверждение вот тому, что я сказал. Я всегда говорил до сих пор именно о изменении. Не о возвышении, а о изменении. То есть истина ощущается в любом изменении понимания. То есть если человек вдруг подпадает от влияния секты и ощущает некое изменение своего состояния, своего понимания, он это также ощущает как истину. Человек, находясь в наркотическом состоянии, в других сложных, измененных состояниях сознания, может ощутить истину как некое изменение. Хотя мы понимаем, что в этот момент он падает. Он деградирует, но он все равно понимает это как истину. Он ощущает некую истину. На завтра он проснулся, протрезвел, проветрился. И нет никакой истины. И люди, умеющие влиять на людей, пользуются этим. То есть, скажем, в сектах они вводят зал в некое состояние специальное, в некое такое экстатическое состояние, в котором происходит некий слом, перелом. И тут важно понимать, что не обязательно их к чему-то поднимать или опускать. То есть, опустить проще человека. То есть, дать ему некую приманку, такую простую, но до которой он должен чуть-чуть отпуститься. И в момент, когда человек опускается чуть-чуть, он ощущает истину. Потом он сформулировать даже не может, что и как. То есть, именно любое изменение понимания, любое изменение уровня сознания, человеком ощущается как истина. А алкаш, когда принял определенную дозу, он ощущает кучу истины. Для него истина. Но мы понимаем, что она не возникла не от того, что он что-то познал, а просто его сместилось. Вот само смещение понимания всегда человек ощущает как нечто истинное. То есть, например, познание своей греховности доверующим. Да, да, тоже. По конкретности, поскольку ощущается как истина. То есть, он даже в этом плане самоистязания, и вот эти все, что связано тоже с религиозными практиками, они тоже ощущаются как приближение к истине. Хотя, казалось бы, если вот здраво, ну просто рационально думать. То есть, где там какая истина? Вот мы опять пришли к соотношению понимания истины и свобода, и истинность и независимость. Истинность и независимость можно добиться, достичь, получить, сравнить. То есть, я могу сказать, что моя независимость сегодня стала больше, мне позволили больше, чем вчера, да? И я могу добиться некоторой независимости. Свободы нельзя добиться, нельзя сравнить, нельзя получить. Вот. Но можно ощутить в переходе, истину можно получить, как в переходе от одного понимания к другому пониманию, и свободу от одного несвободного состояния к другому несвободному состоянию. То есть, в любом состоянии человек не свободен. Никто не имеет права никогда не сказать, я свободен. Свободен не в смысле независимости, а вот я свободен абсолютно. То есть любое состояние, то есть мы всегда не свободны, но ощущаем свободу. Да, в момент слома, в момент перехода от одного уровня другого к сознанию, от некой зависимости от другой зависимости, мы ощущаем свободу. И там такая же ситуация, скажем, алкоголь, уходя из дома, от своей жены, с которой поссорился, он ощущает свободу. У него происходит слом его уровня состояния. Он ушел еще в более зависимое состояние, скажем, куда-то там, в подвал, да? Он еще более не свободный. Но в момент перехода он ощущает свободу. То есть свобода и истина ощущаются в момент перехода сознания, понимания, состояния субъекта с одного уровня на другой. У нас есть еще одно такое же понятие из этого же ряда, которое нельзя определить, но которое мы как бы понимаем, что, где, как-то. Оно и связано с другими понятиями, с истинной свободой, понятие любовь. И здесь та же ситуация, так же аналогично. Мы можем говорить истинность, независимость и влюбленность. И когда мы говорим влюбленность, мы можем сказать и добиться, и достичь, и получить, и сравнить одну влюбленность с другой. Но любовь нельзя сравнивать. И любовь – нечто внутреннее, неописуемое. И мы должны спросить, у нас у каждого своя ли она на всех? Мы не можем сравнить любовь. Ни свою с прошлой, ни свою с чужой любовью. Значит, она все-таки одна на всех. Так же истина. То есть мое ощущение истины, оно моё. Но я не могу сравнить ни с чем другим ощущением истины. Истина одна на всех. И свобода тоже одна на всех. Хотя я могу ощутить свободу. И кто-то скажет, мне тоже я ощутил свободу. Он ощутил свободу в буддизме, я ощутил свободу в научной деятельности, в творчестве. И там, скажем, в творчестве художественном. Мы можем сравнить наши свободы? Мы не можем сравнить. Значит, это одна и та же свобода. Итак, мы довольно быстро сегодня подошли. И я сейчас зачитаю некоторые обобщающие тезисы для того, чтобы закрепить. Итак, истина не где-то там, а в нас. Она соразмерна нам, наша истина. Просто не надо путать способ, форму научного познания посредством создания формальных систем с самим познанием, которое начинается и заканчивается в человеке. Наше, лично наше понимание мира и есть истина. Вернее, мы ощущаем свое понимание как истина, когда она изменяется, прирастает. Истина – это не результат рассуждений. Истина – это связанность с достижением результата изменений индивидуального понимания. Радость от понимания. И это понимание как истина дает нам возможность достигать новых результатов, которые, как и раньше, будут приходящими, ограниченными самой своей формой. Не надо путать конечный продукт истины с ней самой. Истина – источник, а не продукт. Процесс, а не цель. Получив результат, мы ощущаем истину. Но заметьте, не сам результат есть истина. Истина существует только в движении. Истина – это само движение познания. Сразу возникает вопрос. Есть старое различение, идущее от Гегеля, есть различие относительно истинное и абсолютное. И не получается ли так, что это различие укладывается в ваше различение истинность и истина? Ну, может быть. То есть, если говорить вообще, любой эпитет к истине, вот именно к истине, ну, бессмысленно, мы не можем ее охранить ничем. Красное, зеленое, абсолютное. То есть, действительно, абсолютное истинное – да. Это истинность большой буквы. А относительное – это истинность. Скорее всего, так. Но там так не было четко проведено. Дело в том, что все равно истинной называли высказывания, суждения. Ну, да, скорее всего, есть такое различение. То есть, можно говорить. Но оно не было доведено до ни Гегелем, ни после, до такого четкого понимания. Что два… То есть, это просто два разных понятия. Просто разные. Истинность и истина – это два разных понятия. Просто надо было предчувствовать, что это разное. Да, да. То есть, а, я пропустил один маленький момент – это связь истины с истинностью. Мы все-таки как-то понимаем, да, что хоть и разные понятия, но они связаны. А связь происходит через… Мы обычно, когда мы формулируем некое истинное суждение, это сопровождается изменением понимания. Либо, когда мы воспринимаем истинное суждение, вот, скажем, мы чего-то не знали, нам рассказали, и мы услышали, и если мы это восприняли как истинное суждение, то у нас произошло скачок понимания. И мы воспринимаем это как истинный. И называем вот-вот это… Но само суждение не было истиной. Наше состояние при этом ощущалось как истинное. Ну, и то же самое в самом творческом познании. Тоже, когда я чего-то решил, какую-то задачу, я ее сформулировал в виде закона, либо там в новой теории, да, я ощутил истину, и автоматом как бы связываю, что я ощутил истину, и вот то, что я написал, это и есть вот истина. Хотя само то, что я написал, не является истиной. Но вот связь через момент, то есть в момент формулирования нового суждения я ощущаю прирост понимания, и вот через вот этот момент происходит связь истинной с истинностью. Поэтому они часто и путают, считают, что когда я ощутил истину, вот то, по поводу чего я ощутил истину, и является истиной. То есть мне сказали что-то, я ощутил истину, и считают, что то, что мне сказали, является истиной. На завтра я могу это посмотреть, да, боже мой, какой бред. Или другому человеку показать, он скажет, да нет, я ничего не ощущаю. То есть меня не... Или я это уже знаю. Если я это знаю, я тоже не ощущаю как истину. То есть если мне сообщать то, что я уже знаю, и то что я уже весь моем понимание не буду ощущать это как истину ну да как связь между истинами просто предполагается что относительная истина по каком-то там пределе до становится абсолютно бесконечно вот тогда вот вот именно эта связь как бы но ящики утверждаю что ли связи никакой нет предложения предложение никогда не станет истиной абсолютно пределе но как и предложение предложение preferred она никогда не станет непредложholder для того что стать истиной когда мы поговорим истина и есть бог ли бог есть истина подразнимать что бог не объект что это не то на что я могу показать пальцем это что могу конечно описать так вот предложение и когда Curtку и пол и балк никогда не следуются предложения между ними пропасть антологическая и на сирологи ческая Это два разных понятия, которые связаны через субъекта. Истинность предложения и истина как ощущение познания, они связаны через человека. Потому что именно в момент восприятия предложения человек может ощутить истину. Но между собой они относятся совершенно к разным идеологическим уровням. Нет, предложение не может стать, конечно. А что тогда может стать? Вы же говорили о некомологическом мире, он имеет некое понятие полноты, цельности. Может быть этот мир при селе может стать? Да, можно сказать, когда он станет всем миром. Когда он станет торжественным миром. Но когда что-то станет торжественным миром, то есть скажем, Бог почему истинно? Потому что он торжественным миром. Вот если он станет, если что-то, что мы познаем, станет торжественным миром, оно станет истиной, но тогда ничего не будет. Торжественным миром это ничто. Опять же, что бы мы не сформулировали, что бы мы не выделили как объект, истиной быть не может. То есть все-таки истина – это то, что есть, в каком-то смысле? Потому что на самом деле в самом слове «истина» заключено в то, что есть. Нет, я очень не люблю игры в эпистемологию. Просто вот если обращаться к предыдущему докладу по поводу теории истинности, то у вас получается так, что если соотносить одно с другим, то у вас получается, что вы разделили истинность и истину, и тем самым получается, что то, что мы называли корреспондентной теорией истины, истинности должно было бы относиться к разделу истины. Ну почему? Или как-то к связи между истинностью и истиной. Нет, ну почему? Мы имеем дело с характеристическим предложением. Когда мы говорим о корреспондентной теории истинности, мы говорим, какое предложение может быть истинным. Правильно. А само предложение не может быть истинным. Только как бы все возражения сводились к тому, что кроме предложений много еще чего есть. Конечно. Есть восприятие, есть очевидности. Они тоже могут проверяться. Можно проверить свои чувства, можно проверить свои ощущения. Дело в том, что если речь идет об индивидуальном субъекте, об одном человеке, он может как угодно проверять что-то. Но если речь идет о чем-то вне, то оно выражается только в виде предложения, в виде рассуждения. И поэтому, когда мы говорим об истинности вне, то нас мало интересует, что человек внутри себя там переживает. Ну пока сейчас захотелось мне холодненького, а потом горяченького, кисленького, сладенького. И, ну, каждое его ощущение, человек истинно, по определению. Потому что не может человек сказать, что вот то, что мне сейчас хочется сладкого, это не истина. Я скажу. Человек видит, допустим, вдалеке стоит, допустим, некий объект, которому кажется, что это человек. Подходит ближе, это дерево. Да. В тот момент, когда ему казалось, что это человек, ему истинным предложением в его логическом мире было, это человек. Он считал, что это человек. Подошел и... А зачем ему это предложение? Если он, допустим, ощущает страх, он подошел, переплетел. Ну так нет, ну неважно. Он не сформулировал, но он... Это было его ощущение. Я говорю, нет, давайте так... Мы переходим опять к истинности или говорим об истинности? А вопрос состоит в том, что есть некая граница, где у вас проведено четкое различие. А на самом деле вот корреспондентная теория истинности подразумевает, что вот то, что вы называете истиной, и то, что называете... Там нет истины никакой. Но что бы я ни... Сравнивается. Что бы я ни... Скажи так. Когда мы говорим о корреспондентной теории истинности, то мы имеем в виду сравнение с объектом. Всегда с объектом. А любой объект не есть истина. И поэтому говорить об истине в сравнении что-то я с чем-то сравниваю... Как бы нет предмета вообще говорить об истине. Скажите, а можно спросить? Скажите, в вашей системе, она вот эта истина существует сама по себе? То есть есть как-то... Нет, такого объекта нет. То есть истина сама по себе не существует? Вне человека она естественно не существует. Это то, что непосредственно связано с человеком и с его познанием. А если мы говорим само по себе, это мы должны сказать справа, слева, сверху, снизу... Какие-то качества... Логический мир проближается к всему миру, когда становится... Ну, можно сказать, что истинно весь мир. Ну, можно сказать... То есть... Но говорить о существовании мира некорректно. О существовании. Существование всегда относительно. Я должен сказать, что... Поэтому мы и говорим, что истина является то, как есть, как на самом деле. Нет. Как на самом деле, это истинное предложение. Ведь сказать, как на самом деле, точно так же невозможно высказать. Это нельзя сказать, что это вот этот объект или вот другой объект. Мы не пойдем на то, чтобы сказать, что вот как человек чувствует, это естественно. Это его субъективно. А если он больной, если он дальтоник, если еще что-то... Как можно вообще говорить о некой субъективном ощущении, связывая это с истиной? Не, ну я не очень понимаю, почему субъективное ощущение. Потому что субъективное. Потому что пока человек ничего не... Только на самом деле, допустим, наука. Вот наука, она... Наука оперирует предложениями. И мы говорим только об истинных предложениях. Не, ну а как науку проверять свои истинные предложения? А предложения... Одни предложения... Предложения и опытные сравнивать предложения... А как опытные предложения получены? Опытные предложения получены... Разными способами. Тонтые трудности состоит, что... Да, нет. Это есть переход от объекта в предложение. Нет, нет, нет. Там... Это действительно очень сложная проблема. Истинность науки. Можно посвятить отдельную... То есть у меня разработанная есть на эту тему. То есть... Действительно, мы не сравниваем никогда теоретическое высказывание с электроном конкретно. Вот электрон, да. Мы не можем высказывать и сравнить. То есть у нас есть некие суждения эмпирические. Некие суждения эмпирические, которые заключаются в показаниях приборов. Да? И эти эмпирические суждения мы сравним с теоретическими суждениями. То есть это так. То есть это так. Кто-то должен быть, кто эти суждения высказывает. Конечно суждения. Ну, а тот, кто высказывает, он смотрит на показания приборов. Но он смотрит на показания приборов, а не на объект, который. Будет другой прибор, будут другие суждения. То есть если бы... Нет, но он же переводит, он же является интерпретаром. Нет, он не интерпретирует, пожалуйста, может через компьютер все это. И без... Кстати, вот в это очень слабое место квантовой механики, интерпретации через сознание человека, можно зафиксировать и без человека, без субъекта показания приборов. Нет, показания приборов может быть можно, но сформулировать эмпирические высказывания без субъекта невозможно. Почему? Ну почему, если прибор... То есть я могу сформулировать теоретическое высказывание в виде компьютерного алгоритма и проверить компьютерным... Компьютером проверить же приборы и сравнить. Естественно, там субъект заложен всегда. Пока речь идет о языке, естественно, субъект есть, но не непосредственно. Всегда есть опосределенный субъект. Длинная цепочка, это длинный разговор. Мы сейчас его не будем затрагивать, но однозначно, что в корреспондентной теории истинности об истине никакой речи, и речи быть не может. Ну тогда мы должны были сказать, что вот если я вижу Бога, как Он есть на самом деле, я вижу истину. Не, но вы свели истину к чему-то мистическому, к некому переживанию. Нет, не к мистическому, не к мистическому, а к конкретному состоянию субъекта в момент его познания. Но это истинно. Познавательство. Что такое прозрение? Нет, это не… Ну какой… Причем мистик? На языке религиозном называется мистик? Нет, 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 нет. Причем есть мистика? Религиозное прозрение – это не мистика. Мистическое прозрение… Вот в религии есть и мистическое, и не мистическое. Разно. Прямо же в религии исключается. Есть христианство нормальное, есть мистическое христианство. Поэтому, это нет, наверное… Но это... Не, нет, нет, это… Вы свели к некому контрасту. Есть некие познавательные контрасты, и вот этот познавательный контраст характеризуется… Здесь изменение понимания субъектов в момент познания… Познание – истинно. То есть, это единственное место в познании, к которому мы можем привязать понятие истины. Да, другой контраст, мы понимаем как свобода. третий контраст понимаем как любовь и таких контрастов много четвертый контраст как страх и прочее ну может быть да вот здесь мы не можем указать страх где он да не учитывая как-то истину слишком сильно редуцировали нет мы не редуцируют то есть можно сказать что ну то же самое что сказать что если я верю справедливость выборов да и верю бога сказать что вы редуцировали бога то есть вером есть разное да есть и так же истинное где то вот вот там скажем страх как это совершенно друг другого ощущения результаты спектр раз но это не заш свести к одному уровню спектр то есть п Beckybara Alex выбрать познаватель познавательная деятельность человека познавать на идее если это наивысшая отдельность наивысшая египт именно в этой наивысшей деятельности человек может ощутить Истину. А страх это привитивнейшее животное. Ну, я согласен, что уровни здесь разные. Есть некое подобие, на которое вы указываете. Что есть некое переживание, и это переживание связано с Истиной. Да, это переживание. А Истину, вот как понятие, как понятие, мы можем связать только вот с этим переживать. А что такое сама-то Истина? Понятие. Понятие такое. Простите, вы только что-то извините вопрос, может, к чему вообще это надо было тогда вводить понятия и так делать? А вы даже вводить истинные. Нет, сейчас я просто вопрос такой длинный, что понятие вообще истины и истинности, да? Ну, есть вот в русском языке такие слова, да, ну и что, в смысле, так от этого, что мы так, ну, сугубо детализировали. А сейчас вы говорите, что истина – это предмет, а перед этим вы говорили, что истина, как я понял, что это озарение. Я не могу сказать такого никакого понятия, но понятия – это не предмет. Хорошо, а то, значит, в первые 20 минут рассказывают, что истина – это типа как озарение перехода из одной точки в другую точку. Да, и это озарение как бы характеризуется понятием истина. Вот такой вывод. В философии есть понятие истины. Есть философия, понятие истины. Ну, а какой смысл? Я просто вопрос. Ну, смысл такой, что есть философия. Заменять озарение словом истины. Я не заменяю озарение словом истины. Нет, но я… Ну, значит, неправильно понял. Я не заменяю. Вообще нет разговора, речь о замене одного понятия на другое понятие. Нет, вопрос. И говорит за то, что Александр понимает понятие истины, что понятие истины связано как-то с некого рода переживанием, да, вот с некого рода скачком понимания. Я с этим полностью согласен, потому что, действительно, всякая истина, которую мы ощущаем, именно так и происходит. Ну, а что же это само такое истина? Ну, вот… Вот как страх, понимаете… Влад, дело в том, что мы можем сказать, где этот страх и что это такое описать. Вот можно словами описать… Но страх просто на другом уровне находится. Нет, в любом случае. То есть это одного порядка. Можем описать любовь? Любовь не можем. Не можем. И истину также не можем. Нет, нет, нет. Мы можем описать в деле любовь. Подождите, мы говорили про уровни, да. Понятное дело, что такие вещи, как любовь и даже, может быть, свободу, сложно перевести на тот уровень рациональный, кого вы любите, да, на котором мы могли бы уже вот их обсуждать. Их не существует там. То есть на рациональном уровне понятие истинно бесполезно обсуждать. Да. Вот это вот и странно. Почему странно? Я согласен с тем, что истинно подобно страху и прочему является переживанием на нижних уровнях. Но на высоком-то уровне. Как же… Я что-то сказал, что познание, познание – это высшая деятельность человека, познавательное здесь. Это самый высокий уровень. И поэтому истинно должно где-то там быть. Она там и есть. Значит, если она там есть, значит, она связана с рациональностью, значит… Причем расстояние? Нет, причем с рациональностью? Познание у нас не всегда рациональное. И более того, что именно мир, когда у нас идет… скачок понимания, он иррационален по определению. Любое познание, именно момент озарения, момент эврики – это иррациональный переход. То есть вы как раз и берете тогда только тот аспект, который связан только с переживанием, с тем нижним уровнем? Почему нижним? Почему нижним? Ну, потому что, как бы, где вот рациональный момент? Да нет рационального есть момента, вообще нет. Тогда почему страх отличается от истинного уровня? Это один и тот же уровень, там страх. Да нет, вот… Здесь проживание, озарение. Да нет. Мы о разных вещах говорим. Есть уровень рациональное иррациональное – это вот здесь. А здесь уровень… Есть некие ощущения – вот такие и такие. Это разные уровни. А вы их соединили вместе, связали и как-то… Нет, я имею ввиду, что, как бы, когда мы говорим о уровне, обычно говорится так, что есть какие-то нижние уровни, менее сознательные, более подверженные, более переживательные там… Любовь… Я говорю об уровне… Я сейчас… Влад, я сейчас говорил только об уровне страх, свобод… Вообще страх может быть сегодня не предупредит. Есть уровень свобода, страх, любовь. Вот есть уровень понятия. И на этом уровне я только… Ирисую, там рациональности в принципе нет. И быть не может. Никакой рациональности… Вот это мне непонятно. Почему? Почему у вас истина не связана с рациональностью? Потому что любая рациональность заключается в алгоритме, любая рациональность заключается в предложении и в истинности. Вот с рациональностью связана только истинность. Когда мы можем от одного конкретно перейти к другому, когда… Тогда… А вот если мы говорим об истине, там нет рациональности в определении. Как только мы произнесли какую-то рациональную штуку об истине, мы потеряли истину и говорим об истинности. По определению вообще. Истина нерациональна по определению. То есть как то, как не объект. Как не объект. Ну как любовь и страх. Как любовь, как свобода. Они иррациональны. Как то, что нельзя найти место в мире. То есть когда мы говорим о любви, свободе и об истине, мы должны либо отождествить его со всем миром, либо другой вариант поместить внутри себя, как ощущение того, что мы отождествляем со всем миром. И другого промежуточного варианта нет. Вот где-то в промежутке что-то. Промежутки объекта. Промежутки объекта, которые могут иррационально относиться, иррационально относиться. Вот, например, классическая философия, как раз то, что он называет истинной, она сводила к тому, что то, как есть на самом деле. Корреспондентная теория. Это истинность. Да, она строила... Ну да, мы это уже разделили. Мы разделили, что к истинности предложения, какое суждение соответствует или не соответствует чему-то, это не имеет отношения к истине. Скажите, а как различить в этой системе истину от заблуждения? В том и другом случае будет перекос, и я буду переживать... А, ну, действительно, не заблуждение, а, скажем, никак, наверное. А вот это два вопроса, просто попробуйте ответить. Нет, могу сказать, как. То есть, есть, вот в момент, в момент, то есть, и ты попадаешь под влияние, скажем, умелого манипулятора сектанта, да, или ты находишься в храме, скажем, христианском, да, то есть, в данный момент ты не можешь это как, но впоследствии, впоследствии, ну, скажем, наутро проснувшись, да, по осадку, ну, то же самое, как можно ощутить счастье от стакана и можно ощутить счастье от заката, но наутро, но наутро ты поймешь, какое из них было истинным или неистинным ощущение. Вот. Если отходняк тяжелый, то значит, это было не истинно. А вот, ну, в тот момент, то есть, все уверены абсолютно, то есть, попробуйте поспорить с каким-то сектантом, что он не ощущает истину, да, да. Вы знаете, вы, наверное, это уже обговорили, но я просто, может, не схватываю. Вот у меня всегда было ощущение, что истина это так, как есть на самом деле. Ну, что вот что-то есть, да, вот мир только, да, и неважно, что он, не будем говорить, что-то есть, не будем говорить, что это. И вот то, что это есть, как бы оно ни было, это и есть. Есть как-то на самом деле, это и есть истина. Ну, это отдельно. Здесь, во-первых, сейчас, чтобы не повязывать, во-вторых, мы не знаем, что такое на самом деле. Ну, так же, как и истина, мы не знаем. Нет, истина, мы четко, и то, что на самом деле, мы точно так же переживаем, как и истина. Почему? Ну, на самом деле, на нас открывается, что там есть дура. Да, вот оно на самом деле. Один видит так, другой видит так. Нет, ну, переход же есть. Я думал, это дерево подошел. Да нет, ну, это перевод. Давайте говорить о статике, в данном случае. То, что сегодня человек видит так, а завтра по-другому, это не влияет на... У него на самом деле было так, а завтра будет на самом деле по-другому. Где здесь истина? Ну, знаете, у нас же есть механизмы не только индивидуального сознания, еще есть у нас общественное сознание. Вот есть всякие институты. Да, и пожалуйста... Например, закон, разум, церковь. Да, я отвечаю. У нас было сообщество СССР, которое считало за на самом деле вполне конкретные вещи. И все верили в это на самом деле. Точно так же, как сейчас не верят в это на самом деле. Сменилось на самом деле? Так понимаете, для того, чтобы нам увидеть, как на самом деле, нам нужен абсолютный наблюдатель. То есть Бог. Ну, это все правильно. А он нам сообщит... Почему Бог не сообщил жителям Советского Союза, как на самом деле? Нет, получается тогда, что мы к истине можем только в той или иной степени приблизиться. Нет, что значит приблизиться? Если мы можем приблизиться... Если это некое предложение, которого мы еще не знаем... Что истинное, то предложение, которого мы еще не знаем... Александр, вы, конечно, все редуцировали к предложениям. Нет, я не редуцировал к предложениям. Потому что истинность может только заключена в предложении. Объекты-то где-то... Есть объекты сами по себе? Без предложения? Ну, Влад, давайте... А, нет и говорится, что они на самом деле? Да, вот есть объект на самом деле. Я его вижу. Этот объект. Развлечаю. Я его различил. И задаю себе вопрос. Истинно ли я его различил? Нет, вы... Нет, стоп-стоп-стоп-стоп. Истинно ли я его различил? Ну, глупо. Сопрашиваю. Конечно, истинно. То есть, если я это вижу... Да без разницы. Ну, подошел поближе. И снова я вижу. Истинно ли я это новое различил? Истинно ли я это различил? Иногда истинно. Может быть, там как бы глаза расширили? Ну, потом глаза расширились. После опять расширились глаза. Истинно ли я это различил? Может ли когда-нибудь человек сказать, что я смотрю, и это я не истинно различаю? Вы сейчас истинно употребляете как истинность? Истинность. Ну, истинно. Я говорю, не истинно. Истина. Сейчас мы говорим не об истине, а об истине. Я вот вижу что-то, и то, что я вижу, это истина. Истина, всё. Потому что вижу то, как на самом деле. Конечно. Вот я различаю данный объект, и для меня это однозначно истина. И не бывает никак иначе. Не важно, что я вижу, но несомненно то, что я вижу. Это несомненность данности. Некая достоверность. Некая достоверность. Но несомненно то, что я вижу, вот это и является истиной данной объекта. Истина, да. То есть истина всё-таки существует в мире? Нет, это не истина. Почему? Это не истинно. Истинное видение. Нету передо мной Ваня, нету кушки из которых. Нет, нет, нет. Но несовменно то, что я их вижу. Что мне кажется, что я их вижу. Что-то есть там. Да, что я вижу. Давайте так говорим. Это тоже понятие, когда я говорю, истинно есть Бог. Это тоже понятие. Это, кстати, серьезно, да. Это вот серьезно? Это тоже. Это то же самое. Да. И когда человек ощущает истину в познании, тот же Архимед и кричит Эврика. Это то же самое ощущение и то же самое понятие, когда вы просто наблюдаете в кружку. Нет, ну когда Архимед кричит Эврика, это он кричит Эврика. Он ощущает истину. Быть может. Может быть он ее действительно. Я не ощущаю истину, когда смотрю на эту кружку. Минуточку, зато я ощущаю истину, что, несомненно, что мне... Это истинно? ...можно сомневаться, если кружка... Я не сомневаюсь, абсолютно. На самом деле, кружка передо мной есть. Это наши с Вами различия. Я-то могу сомневаться. Если существует легко о кружке. На самом деле. Но несомненно то, что я вижу. И то, что несомненно я вижу, меня выступает в качестве истины. То, что есть. Ну, истины. Ну, здесь вопрос отверган. Давайте договоримся. Когда мы говорим о кружке... С Богом точно так же. С Богом точно так же. Почему говорят, что Бог есть истина? Потому что для подавляющей большинства философской традиции непосредственно или бытие есть истина. Быть и... Да, это как бы одно и то же. Истина это то же самое, что добро, то есть должное, что и красота. Поэтому как бы... Мы про христианское благослово что знаем? Что у них такое Бог? Это причина самого себя. То есть кауза суе. То есть это такой предмет, в сущности которого заключено в существовании. Поэтому и говорят, что Бог есть истина. Игорь, отвечаю. Значит, при таком подходе... Да. Понятие познание стремится к истине. Да. Становится бессмысленным. И не совсем. Бессмысленным. Потому что если истина есть вот то, что мне дано, то, что есть. Смотрите здесь. То, что есть. Ну то, что есть. Вот оно мне... То есть я живу постоянно в истине. Я живу постоянно в истине. Тогда смысл понятия, отделенная истина, вот само понятие, которое мы большими буквами пишем, познание стремится к истине, оно становится бессмысленным. Потому что мы и так нам дадим... Это понятие реальности. Есть же, например, классическое место у крупнейшего философа, которое называется истинно-чувственной достойенности. Что он в качестве истины здесь ищет? А то же самое, что я сейчас говорил, непосредственно, или быть длинным. Да, да, да. И происходит это чрезвычайно странным и хитрым образом. Мы думаем, что истинно перед нами дом, а другой я в тот же момент видеть здесь не дом, а дерево. Да. И он говорит, что... И это касается... И это отношение к истине с большой буквы. Нет, нет, нет. Она истинна у нас есть, но то, что выступает в примере, в качестве истины. В чем проблема бытия? Проблема бытия состоит в том, что мы не можем мыслить просто как бытие. Вот это бытие. Мы всегда мыслим его в форме того, что выступает в качестве бытия, в качестве истины. В качестве его примера. Да, понятно. В качестве его примера. Это же... Чашка выступает в качестве примера бытия. Непосредственно, то есть, в моем отношении с чашкой, будет истинно-чувственной достоверностью. Вот чашка здесь, вот эта самая нечто, что там выступит в качестве примера. Это известные общие фразы, понятно. Не общие, хорошие, правильные, все правильно. Но при этом, то есть, мы называем одним словом истина и ответ задачки, да, и данность нам этой кружки, и то, к чему стремится познание. Я могу сказать про ответ... А для задачки мы называем истинностью? Нет. Для задачки мы решаем правильным ответом задачки. Нет. Кто вам скажет, это истинность? Ты называешь его истиной? Нет. По словам вижу, что не называем. Если мы возьмем любой учебник, возьмем любую энциклопедию, там написано герентная теория истины. Опять. Хорошо. А это касается именно ответа задачи. Может быть, я просто таких учебников не читал, а читал Гегеля. Вот эту истинную чувство на достоверности. Вот. В чем вы глубоко правы? В том, что вы указываете, что истина это не предмет, не высказывание. Это действительно так. Что истина это не то, что я могу положить в карман, но бытие мы тоже не можем положить в карман. Мы не можем положить в карман, пресплатить. Бытие никогда нам не дано в пределах. Все правильно. Все правильно. Но при этом, при этом, есть существенная разница. Данность нам бытие повседневно, постоянно. Да. Постоянно. Вот мы, но мы не ощущаем это как истина. Мы не связываем это. Мы не связываем это с истиной. Да, потому что для нас ощущение непосредственно это то, что мы утратили. И мы должны... Но что-то мы называем истиной. То есть, я иногда вскакиваю их, истина, вот она. Да. А потому что, если мы будем смотреть хоть тысячу лет на ручку, мы только в чай подмешали чего-то. Истина, да. Может быть, а на самом деле доказали свои теории, когда у нас некий... Доказали свои теории, что наше ощущение истины, не является истиной. Сами это доказали. Потому что может на деле оказаться заблуждением или ложным. Но не заблуждением, оно не может доказаться. Ну иллюзией, иллюзией. Оно не может ни иллюзией, ни чем оказаться. Ну, когда мне страшно, оно не может оказаться иллюзией страха. Когда я люблю, у меня нет иллюзии любви. Она есть или нет? Нету, конечно, да. Нету, у вас на самом деле движение в смысле истины, движение в смысле как бы заблуждения, одно и то же движение. Поэтому страха, любовь и что-либо еще или как-то являются модусами всего, или же его хаосу сует. То есть это другой способ мыслить и непосредственно исущего. Да, действительно так. Но не совсем полный опыт непосредственности. А, ты имеешь в виду, что то, что Александр говорит про любовь, про свободу и про скачки вот эти, это все переживания, не непосредственности. Это непосредственности бытия? Да, ты не можешь, действительно, Александр, совершенно прав в том, что он говорит, что если я люблю, то я люблю. Если я боюсь, то я уже на деревне задаюсь. Боюсь собак, я уже на деревне сижу в тот же самый момент. Если констейчим боюсь. То есть на самом деле Александр описывает истину, а сама истина, это и так и есть бытие. Да, она есть бытие. А это... Но она связана всегда с любовью. Любовь, вращение жизни. И любовь связана с любовью. Ну и совсем так, потому что рассказывание я знаю, что знаю, возможно, а люблю, что люблю, невозможно. Поэтому они всего лишь могут быть. Все-таки вот этот момент, когда мы говорим о истине, это истинно связано с познанием. То есть если мы исключаем здесь понятие познания, я думаю, что мы плескиваем вместе и с истиной. Потому что вот даже достаточно простой и очень сложной философией Декарта, оказывается, что концепция я знаю, что знаю, возможно, и только в эффекции мы оказывается получаем доступ к той мегаперимичному состоянию нашего существования именно непосредственности, которая только возможна. Но знаю, что люблю, невозможная ситуация. Тем не менее, в том, что я люблю и заниматься не может. Мы такой вопрос не ставим. Игорь, я отвечу. Булат, мы прервались на полсловия, когда я вам пытался про корреспондентную объяснить. То есть мы остановились на том, что когда я различаю некий объект, различаю. Это некое истинное моё ощущение. Я вижу эту кружку и я не сомневаюсь в том, что вот это мне дано. И витя уже об этом. Да, 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 да. Но когда мы говорим и если бы я был один и сидел в этой комнате, то мне не потребовалось бы никакой корреспондентной теории истинности. Не потребовалось. Она мне не нужна. Корреспондентная теория истинности и никакая другая теория истинности мне, наблюдающему эту кружку, чтобы убедиться в том, что моё видение этой кружки истина не нужно. Почему? В вашем смысле вы говорите это кружка и проверите. Нет, 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 нет. Я ничего, я молчу, я сижу. Нужны мне какие-то здесь законы для того, чтобы... Не нужны. Для того, чтобы убедиться, что моё видение кружки истина, мне не нужна проверять ему не надо. Не, не нужно ничего проверять. Не нужно ничего проверять. Значит, мы ставим следующий вопрос. Когда нужна корреспондентская теоричность? В какой области? Когда возникает необходимость в ней? Когда возникает сомнение. Что это? Нет, если у меня сомнение, я протёр глаза, подошёл поближе и молча, не без всякой теории. Нет, допустим, другой. Вы говорите какой-то человек. Нет, вы апеллируете к тому, что у меня могут зрение устать, я увидит его, а потом красный. Другому человеку вы говорите, там стоит кружка. О, стоп. Другой человек подошел. Вот, 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 вы произнесли самую точку, попали. То есть никакой объект не может выйти за пределы индивидуального действительности, когда он не назвал предложение. Почему? А как же? Вот там кружка, ты можешь произнесли, а как иначе? Там не кружка, а стол. То есть вы хотите сказать, что только из того факта, что мы, это, у нас есть способ некой коммуникации, все сведено к коммуникации? Нет, нет. Я хочу сказать, что вы не можете апеллировать к объекту, не высказав суждение о нем. Ну, это правильно, потому что а значит, уже сравнение с объектом не идет. То есть, во-первых, получается так, что уже, то есть для того, чтобы сравнить что-то с объектом объективно, вот для чего нам нужно корреспондентное теористическое? Для объективности, так? Вот мое видение кружки это объективно? Да. Нет. Как же на объективность это мое субъективное? Ну, может быть, у меня внутри... Оно уже достоверно. Оно достоверно, но оно субъективно. Подождите, вы с субъективной позиции можете отличить вещь от своего примера? Кружку, она выступает перед вами на двух качествах. Как кружка, это пример самой себя. Ой, Игорь, не это проблема. Вот честно, давайте закончим вот с Булатом. Просто есть субъективное произвольное, да, это когда вы там... Нет, я не говорю, нет, я не говорю субъективное, а о том, что я просто вру, не обратил. А есть субъективное объективное. То есть, что объективно объективно доступное, но объективно... Ну, как же может быть внутри индивидуальной действительности объективно? Объективность это по определению то, что вне индивидуального. Если, ну, если я псих и вижу что-то вот так, это субъективно моё, и оно никак не отличается от другого человека, здорового, два психа видят по-разному. То есть, индивидуальная нормагения субъективно. и психом-то не адресуется, ну, каким-то образом наука, да, она... Нет, мы не касаемся того, мы говорим об индивидуальном восприятии. Нет, вся философия, проблема в своей философии состоит в том, каким образом индивидуальные наши восприятия переходят в знания. Это другая проблема. Всеобщие. Да, 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 было все правильно. Я спрашиваю, пока, вот на этапе, пока еще не перешли. Еще не перешли. Вот то, что у вас есть, оно объективно? Объективно. А как вы определите? Как вы определите? потому что непроизвольно. Я не могу у тебя зачитать, что все, что непроизвольно, это объективно? А как вы хотели? Все, что непроизвольно, это объективно, а все, что произвольно, сейчас есть, а потом нету, мир не гнул, там, его нету, это все не объективно. Все субъективно. Извините, философия однозначно. Объективно, это значит, вы еще раз говорю, Есть понятие объективно, а есть понятие истинно. Нет, я... Я вижу кружку, она объективна, но она не может быть. Наоборот, истинно для вас, но не объективно. Ну вот смотрите, есть понятие, вот Игорь тут немного смешал два понятия, есть понятие достоверно, а есть понятие истина. Кружка для меня достоверна, и поэтому она объективна. Но она может быть для меня не истинна. Но объективность это такое понятие. Объективность это вот голосование, это объективно. Пока мое мнение, оно субъективно. Нет, подождите, вы будете объективно и всеобщим? Нет, нет. Для меня не объективно, но может быть не всеобщим. Нет, нет, нет. Есть четкое развлечение понятия. Нет, смотрите, смотрите, сидит какой-нибудь ученый, он поставил эксперимент, он один, узнал что-то объективное. Это объективно. Но он один. И здесь у него есть приборы, и у него есть теория, которые сами по себе объективны. Точно так же и один человек, у него есть приборы в смысле глаз. Есть теория некая, почему он называет это объективным. Точно так же. Чем отличается теория ученого от теории отдельного человека? Очень сильно отличается. Потому что теория, она является именно теорией объективной, потому что понятно и однозначно воспринимается многими. Еще раз говорю, точно так же и кружка. Да нет, я бы показывал, что нету многих. Нету многих. Точно так же ученый сидит один, нету многих еще один. Многие сразу присутствуют в данных экспериментах и в теории уже присутствуют. Каким образом? Он один сидит, никто об этом еще не знает. Он придумал, закрывать, Влад, это будет. Да это нет, вы просто скажите, что у вас объективное сводится на самом деле к голосованию, а это не так. И объективное – это не то, что проголосовать. Влад, все, закрыли эту тему, завтра вы посмотрите учебник или энциклопедию, и будете говорить, что до вас занесло. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!